Человек родился и сразу же он кричит значит дышит значит живет жизнь и дыхание неотделимы Дыхательные движения вдох и выдох обеспечивают обмен газов между организмом и окружающей средой При вдохе в организм поступает кислород необходимый клеткам для расщепления органических соединений и получения энергии Выдох освобождает кровь от углекислого газа и воды Система дыхания включает в себя воздухоносные пути и легкие Путь воздуха начинается в носовой полости Как поется в детской песенке носы нужны, носы важны не только для красы Нос важен сразу по нескольким причинам В изверистых носовых ходах вдыхаемый воздух очищается, согревается и увлажняется Волоски покрывающие ноздри изнутри задерживают крупные частицы пыли Слизистая оболочка отдает воздуху свое тепло и влагу Обезбреживает микробов и задерживает пылинки в носовых ходах Вот почему так важно помнить Дышите носом Из носовой полости воздух попадает в носоглотку, а затем в гортань Гортань – часть воздухоносных путей и место формирования голоса Здесь находятся голосовые связки, а между ними голосовая щель Когда человек молчит, связки расходятся При разговоре или пении голосовые связки смыкаются Выдыхаемый воздух колеблит их Так рождается звук Голосом человек может передать радость и гнев Нежность и угрозу Насмешку и ласку Очищенный от пыли и бактерий Увлажненный подогретый воздух поступает в трахею и бронхи Стенка трахеи образована хрящевыми полукольцами Что придает ей жесткость и способствует свободному прохождению воздуха Трахеи делятся на два бронха Которые входят в правое и левое легкие В легких каждый бронх ветвится подобно дереву Концы самых мелких бронхиальных трубочек Заканчиваются гроздью, заполненных воздухом пузырьков – альвеол Альвеолы густо оплетены капиллярами Стенки альвеол состоят только из одного слоя клеток Также тонки стенки капилляров Вот через эти соприкасающиеся стенки и происходит газообмен Кислород из воздуха, находящегося в альвеолах, переходит в кровь А углекислый газ и вода покидают кровь и просачиваются в альвеолярный воздух Кислород в крови вступает в химическую связь с гемоглобином эритроцитов И так в каждом из 300-350 миллионов легочных пузырьков, образующих массу легкого Вдох и выдох ритмически сменяют друг друга Легкие то растягиваются, то сжимаются Но легкие не способны к самостоятельному движению И растягиваться, и сжиматься Их заставляют дыхательные мышцы, меняющие объем грудной клетки Эта модель дает представление о том, что происходит при дыхании Эластичная пленка играет роль дыхательной мышцы, диафрагмы Она опускается, давление в камере падает Легкие растягиваются и засасывают воздух Происходит вдох А когда диафрагма поднимается, объем камеры уменьшается Давление повышается, и легкие сжимаются Выдох При дыхании объем грудной клетки меняется и за счет сокращения межреберных мышц Они поднимают и опускают ребра примерно 16 раз в минуту Это чистота нашего дыхания Разумеется, когда мы спокойны Интересно, что у мужчин дыхание происходит преимущественно за счет диафрагмы У женщин за счет сокращения межреберных мышц Согласованную работу дыхательных мышц при вдохе и выдохе Регулирует нервная система и биологически активные вещества в крови Вдох Выдох Вдох Выдох Задержите дыхание Во время задержки дыхания в крови скапливается углекислота Она возбуждает нервные клетки дыхательного центра И возникают непроизвольные дыхательные движения Выдох Вдох Выдох Дышите часто и глубоко дыхание Частое и глубокое дыхание очищает кровь И дыхательный центр долго не возбуждается Я проснулся однажды ранее При разговоре происходит рефлекторная задержка вдоха Это обеспечивает плавность речи При спокойном вдохе в легкие взрослого человека Поступает около 500 кубических сантиметров воздуха И столько же выдыхается Этого достаточно, чтобы снабдить организм кислородом Но после самого глубокого вдоха Человек может выдохнуть в 7 раз больше воздуха 3,5 тысячи кубических сантиметров Этот объем называется жизненной емкостью легких Это наш резерв Он включается в горах Недостаток кислорода заставляет дышать чаще и глубже Этим резервом пользуются все Кому приходится совершать усиленную мышечную работу Дыхание можно и нужно тренировать У людей с хорошо развитой грудной клеткой Жизненная емкость легких достигает 5000 кубических сантиметров Насыщенная в легких кислородом кровь Разносится по всему организму И в капиллярах тканей отдает кислород Здесь же в кровь поступает углекислый газ Артериальная кровь становится венозной По венам большого круга она поступает в правую половину сердца А оттуда по малому кругу в легкие И все повторяется Наша отдыхательная система чрезвычайно чувствительна Она рассчитана на врагов, так сказать, естественных Но вот никотин, например, природой не предусмотрен Легкие курильщика теряют эластичность Они покрываются частицами дыма и дегтя И организм не получает достаточного количества кислорода Большую опасность для всех людей Представляет воздух некоторых городов Дышать полной грудью там можно только в скафандрах Дышать и надеяться на здравый смысл человека И на огромную очистительную силу наших лесов Наших садов, наших полей Будет зелень, будет воздух На нашей прекрасной планете Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok